Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Мы читаем книгу «Второзаконие» и тема нашего сегодняшнего с вами разговора, мини-лекции, глава восьмая этого древнего и интересного текста. Главная тема главы восьмой такая – не забывай или иначе, помни или еще иначе, помни всегда, когда тебе будет хорошо и когда тебе будет плохо. И вот книга «Второзаконие» постоянно призывает аудиторию читателей, евреев и новых евреев, то есть христиан, верующих во Христа Иисуса, к тому, чтобы они помнили о тех делах, которые Господь сделал в истории, мироздание для всего человечества и для каждого из нас, каждого из верующих в Бога Библии. Итак, читаем стих 1 главы 8. «Строго соблюдайте и исполняйте все повеления, которые я возвещаю вам ныне. Тогда вы будете живы и станете многочисленны. Вы придете и овладеете страной, которую Господь поклялся отдать отцам вашим». Когда Бог дает нам нечто обещанное, долгожданное, землю, здоровье, исцеление, брак хороший, детей и так далее, главное, что нам нужно после этого взамен сделать, это просто помнить об этом или еще по-другому. Это, во-первых, основательно и серьезно и глубоко сохранить память об этом чуде, явленном Богом в нашей истории. И вот «Второзаконие» повторяет снова и снова «Помни обо всем этом, о Израиле, о еврей». «Вспомните, как Господь, ваш Бог, вел вас по пустыне все эти 40 лет, чтобы смирить вас, испытать и узнать вас, будете вы исполнять его повеления или нет». Новая идея, до этого мы об этом не читали во «Второзаконии», зачем было все это устроено, это странствование 40-летнее. И вот стих 2, глава 8, дает нам мотивацию Бога, чтобы испытать Израиль. Или по-другому, тут другая еще мысль есть, чтобы Бог смог получше Израиль узнать. Вот испытание, искушение, бедствие – это есть возможность испытать Богу каждого из нас, возможность лучше познакомиться с нами, с нашим характером, с нашей мотивацией и с нашими побуждениями. «Он смирил вас, оставляя голодать, кормил вас манной, о которой ни вы, ни ваши отцы и не ведали. Он хотел показать вам, что не одним лишь хлебом живет человек. Человек живет всем тем, что исходит из уст Господа». Да вот известная поговорка, существующая в русском языке «Не хлебом единым жив человек». Это вот отсюда, в трезаконии об этом нам говорит. И мысль понятная. Когда у нас будет много всего, когда мы сыты, то мы можем быть при этом очень даже голодающими людьми. Голодающими так, что однажды от этого голода мы умрем. Потому что ни в хлебе, ни в калориях, ни в сытости есть залог настоящего проживания, жития и жизни. А в том, что Бог нам открывает, рассказывает и дает нам что-то узнать. Мы живем тем, что Бог посылает по отношению к каждому из нас, во-первых, свое слово, которое при нашем его, этого слова «исполнение» гарантирует нам наличие хлеба насущного на каждый день. «Все эти сорок лет одежда твоя не изнашивалась, ноги твои не опухали». Это были годы, годы странствования, когда все было не сладко и было голодно, и не было привычного обычного рациона, мяса и прочее. Но это были при всем при этом благополучные года, потому что твоя одежда не изнашивалась, твои ноги не опухали. И так бывает у каждого из нас в нашей личной семейной жизни, когда мы были более молодыми, чем сейчас. Начиналась наша семейная жизнь, и в браке поначалу всегда бывает всего не очень много, скудная жизнь, когда казалось, что каждый день даются с трудомы, и мало всего, и сил, и энергии, и денег, и богатства, и так далее. Но потом, годоваясь назад, когда уже делается больше всего, и богатств разных, и каких-то других вещей, то понимаешь, что тогда-то было очень хорошо, и всего было в наличии, и все было прекрасно, и Бог посылал на каждый день то, в чем-то действительно нуждался. И вот то, что было частью истории Израиля, повторяется в миниатюре в жизни каждого из нас. «Пойми же, что Господь твой Бог учит тебя, как отец учит сына». Друзья, это очень сильные стихи, потому что до этого мы читали о том, что забота отца научит своего сына. Но кто учит самого отца? А вот так вот, что отца учит Бог. Или, иначе говоря, по отношению к Израилю, Бог является отцом, который учит Израиль важным вещам в жизни. Это очень сильная вещь, потому что настоящий отец проявляется в том, что он действительно чему-то учит своего сына, учит своих детей. «Исполни повеление Господа твоего Бога, ходи путями Его, бойся Его и чти». Вот, целая цепочка глаголов встречается здесь. «Исполняй», или, как мы уже знаем, глагол «шамар» – это «охраняй» повеление Господа. «Ходи путями Его». Есть разные пути, куча дорожек в жизни, и не все эти дорожки называются «путь Божий», «путь Господень». Дальше. «Бойся и чти Бога». Это есть на языке Ветхого Завета выражение должного, религиозного чувства по отношению к нашему Богу и Отцу. Поклонение, выражающееся в том, что мы Его чтим и боимся Его растердить. «Бойся и чти». «Господь твой Бог приведет тебя в прекрасную страну, в страну, где текут реки, где в долинах и среди гор пробиваются родники и подземные воды, в страну пшеницы и чменя, виноградников, смоковниц и гранатов, в страну оливковых деревьев и меда. В этой стране ты будешь жить сыто, не будешь жить в проколось, ни в чем не испытаешь нужды. В ее камнях есть железо, из гор ее ты сможешь добывать себе медь. Насытившись, благоставляй Господа твоего Бога за прекрасную страну, которую Он отдал тебе». Вот описывается настоящая блаженная, сказочная земля, где всего вдоволь и мед, и деревья, и пастбища, и можно выращивать пшеницу, и ячмень. Описывается идеальная страна, о которой евреи мечтали и мечтают в течение своей истории. Своя описывается, обещанная Богом, своя для евреев Родина. И вот в этом стихе, который, возможно, к нам имеет отношение, христианам, не очень большое, мы находим очень важный урок, такой урок, что когда у тебя всего много, а такое бывает, у кого-то много, у кого-то мало, вот у кого-то много, так вот все это нам дано Богом. И Бог автор всех этих подарков, и машин, и имущества, и квартиры, и так далее. И Бог благоставляет таким тебя образом. Это есть дар Бога, это есть хорошо, это есть благо, это не какой-то грех, но, как потом будет написано, это состояние, чреватое изменениями негативными в душе владельца чего-то такого дорогого, ценного и благополучного. И дальше почитаем о том, что не стоит забывать, не забывай о евреи, не забывай о Израиле, не забывай о христианин, о Боге, когда тебе стало хорошо. Смотри же, не забывай Господа, об этом возвещая стих 11, твоего Бога, исполняй все его повеления, законы и предписания, которые я возвещаю тебе ныне. Не забывай, исполняй, исполняй и не забывай. Ты станешь однажды есть досыта, построишь хорошие дома и будешь жить в них. Когда у тебя будет много крупного и мелкого скота, много серебра и золота, много всякого добра, то не возгородись и не забудь Господа твоего Бога. Он вывел тебя из Египта, из неволи, вел тебя по великой страшной пустыне, меж ядовитых змей и скорпионов, по сухой и безводной земле. Ради тебя он заставил воду течь из скалы, он кормил тебя в пустыне манной, о которой твои отцы и не ведали. Он смирял и испытывал тебя, чтобы потом тебе было хорошо. И опять начинается повествование об исходе. Для Ветхого Завета и для второзакония символ веры, для нас символ веры, мы знаем его веру во единого Бога Отца и так далее. А для книги второзакония это есть рассказ об исходе. Символ веры Израиля таков, что Бог спас евреев и дал им ханаан. Вот такой символ веры. И опять возвращается Бог к рассказу о том, что сделал Господь для своего народа в истории. Воистину, Бог вера для еврея, это есть Бог истории, действующий в истории для спасения своего народа. Не думай, что ты сам своими силами приобрел все это богатство. Это очень сильные слова. Не думай, что ты сам своими силами, талантами, отвагой, могучими какими-то силами, ты сам приобрел себе это богатство. Это неправда. Ты не сам это сделал. Бог для тебя все это устроил. Помни Господа твоего Бога. Это Он помогает тебе обрести богатство. Он и по сей день сплюдает договор, заключенный с твоими отцами. Вот. Когда у тебя будет всего много, ты помни о Господе твоем Боге, потому что это Он помогает тебе обрести твое богатство. Если же вы забудете Господа вашего Бога и поете за другими богами, будете служить и поклоняться им, то вы непременно погибнете. Предупреждаю вас об этом ныне. Вот. Язычество, забвение Бога, нарушение Божьих заповедей, это есть угроза, которая ведет к тому, что ты погибнешь. Погибнешь ты и твои потомки. Если не будете служиться Господа вашего Бога, то вы погибнете, как те народы, которые Господь уничтожает, чтобы отдать вам их землю. Вот. Видимо, какие-то были тоже вещи очень важные, касающиеся природы человека, такие как милосердие, снисходительность, умение прощать, умение уступать. Эти базовые вещи были забыты этими племенами, о которых мы читали в главе седьмой, разные вусеи, гиргисеи, перезеи, амареи, хеты и прочее. И вот как какой-то финальный итог всего этого глобального забвения было то, что было. Бог отдал их землю, их богатство другому народу. Дорогие друзья, глава восьмая закончена. Книга «Второзаконие» читается нами в рамках этого курса. С вами я, священник Алексей Волочков из Петербурга. Портал экзегет.ру. Спасибо за внимание.